Здарова, копать! И сегодня у нас Get Even. Это бродилка с неплохими головоломками и элементами стелс-экшена. Но если вы ожидаете именно экшена, то просто проходите мимо. Итак, игрушка сделана на третьем анреале, но не спешите радоваться. Игры на этом движке у меня обычно идут на средних или даже максимальных настройках, но в этот раз пришлось выставить минималочки. Потому что на открытых пространствах FPS падал аж до 30, что в принципе нормально для бродилки, но как назло начиналась экшеновая составляющая. В коридорах же FPS улетал за сотню, а движок иногда выдавал неплохую картинку. Однако 3D-модельки персонажей выглядят плохо. Их стараются прикрыть эффектами, но даже через них все равно плохо. Как ни крути. Местный же сюжет – это смесь жанров от мелодрамы до детектива и хоррора. Если вкратце. Ученый, который изобрел виртуальную реальность, изменял жене со своей секретаршей, которая оказалась промышленной шпионкой и подстроила похищение его дочери, которую в результате убили. А Блэк – главный охранник всех охранников, бывший военный наркоман, да, в прямом смысле наркоман, который потом работал киллером и в этом нашел свое призвание. Вот он попытался спасти дочурку этого ученого, но не успел. И дальше бреда и несостыковок будет гораздо больше, но это уже спойлеры. Ну вы поняли, местное сюжетное действие очень на любителя. И да, старые заброшенные психушки – это такое клише, наверное, это очень страшно и ужасно, но как-то уже не торкает. А за тексты о местном, так называемом, лечении, про ампутацию конечностей, съеденные глаза и прочее, хочется пожать автору руку, тисками, пару раз, чтобы больше желания писать такую дичь не возникало. Вот, честно говоря, я ожидал от сюжета совсем не этого. Хотелось интересного расследования, ну пусть даже у глав героя и амнезия, но кому это когда мешало расследовать? А у нас тут половина мыла, а часть хоррора вообще к делу отношения не имеет. Ну ладно, пора бы и о геймплее что-нибудь рассказать. С точки зрения адвенчуры, тут все в принципе на уровне. Загадки не сложные, но есть и довольно оригинальные решения. А ультрафиолетовый фонарик и тепловизор вот прямо в тему. Но сканирование через офигенно умный смартфон, конечно же, нас задолбает. Потому что сначала светим фонариком, потом смотрим через камеру, потом включаем тепловизор. И было бы неплохо все эти режимы как-то совместить и не вешать на сканирование скрипты, от которых зависит прохождение игры. Ну потому что это реально задолбывает. Но тогда у нас останется только экшен, который тут... говно. Я играл на высокой сложности и у меня было очень мало здоровья. Поэтому приходилось действовать достаточно аккуратно, но не более. Ранения тут заживают прямо на глазах, стоит персонажу только спрятаться. А противники тупее даже валенков. Потому что достаточно выбрать куст побольше и можно устраивать тотальное уничтожение вооруженных сил компьютера. И тут, конечно же, есть стелс, и игра пытается мотивировать нас играть скрытно, но движение патрулей выглядит несколько хаотично и происходит достаточно медленно. Так что у меня просто не хватило терпения. Да и какой смысл в этом всем, если даже на сложной сложности этого в принципе и не требуется. А уж боты с оружием ближнего боя вообще, похоже, интеллектом не обладают. Иногда их можно просто обойти и все, они за вами не побегут. Это очень странно, но ладно. Еще я не могу не упомянуть чудо-оружие, которое Блэк, рискуя жизнью, украл из секретной лаборатории. Это пистолет с прикладом, к которому прикручен наш смартфон. Он может поворачиваться и стрелять за угол через камеру. Вот такая вот нам технология, которая мне ни разу не пригодилась за всю игру. И пора бы подвести итоги. Морально устаревшая графика, которая при этом еще и почему-то тормозит. Сюжет, но любителя хоррор-мелодрамы, что уже само по себе, дичь. И бродилка вместо геймплея, потому что вставки экшена, ну это просто плохо. В общем, стоила бы она 500 рублей, и я был бы в восторге. Но за полторы тысячи пусть разработчики играют в нее сами. Вот и все. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь, если понравилось, и пока.